Всем привет, друзья! С вами Илюха и предлагаю сегодня вашему вниманию ознакомиться с историей такого замечательного самолета, как ЛАГ-3. Итак, давайте начнем. Самолет представлял собой модификацию истребителя ЛАГ-1 с большей дальностью полета. Выпуск ЛАГ-3 начался в январе 1941 года и в то время головным по серийному производству был определен завод номер 21 в Горьком, а ответственным за внедрение в серию назначен главный конструктор Лавочкин. Планом на 1941 год предписывалось изготовить 2960 истребителей ЛАГ-3. До 22 июня удалось выпустить 322 самолета. Сказалась недоведенность конструкции из-за крайней спешки с запуском самолета в серию. Первый ЛАГ, изготовленный в Горьком, поднялся в воздух с заводского аэродрома 23 января 1941 года. Планер ЛАГ-3 отличался стойкостью к загоранию, но его живучесть снижалась из-за наличия водяной системы охлаждения двигателя. В серии за счет ухудшения внешней отделки, увеличение веса, летные качества самолета заметно снизились. Поэтому по боевым качествам ЛАГ-3 уступал как мистер Шмидту, так и отечественному Як-1. Положительными качествами ЛАГ-3 назывались его более мощное, чем у других советских истребителей, вооружение и меньшая горючесть при поражении огнем противника. Однако и это не могло компенсировать его недостаточных летных данных. В период с 1941 по 1944 год Лавочкиным и Горбуновым на заводе номер 31 были проведены работы по облегчению машины, улучшению ее аэродинамики, установке более мощного мотора М-105ПР. Наряду с работами по улучшению летных качеств самолета Лавочкиным, Горбуновым и Гудковым, каждым на своем предприятии было создано большое количество модификаций с различным вооружением 37, 23 и 20 миллиметровыми пушками, а также различным количеством пулеметов с установкой реактивных снарядов. В наиболее типичном для 1941 года варианте вооружение ЛАГ-3 состояло из пушки ШВАК калибра 20 миллиметров и синхронных пулеметов 1БС и 2ШКАС. Кроме того, под крыльями можно было разместить 6 или 8 реактивных снарядов. В 1943 году на серийный ЛАГ-3 стали устанавливать новую, еще не до конца испытанную пушку НС-37. После успешных войсковых испытаний НС-37 начали устанавливать на Ягд-9Т и штурмовики Ил-2. Так ЛАГ-3 проложил дорогу к пушке НС-37, уничтожившей много немецкой бронетехники. Можно выделить три пути совершенствования ЛАГ-3. Облегчение за счет снятия части оборудования и вооружения. Увеличение мощности силовой установки, в итоге этот путь оказался наиболее эффективным и привел к созданию ЛАГ-5. И увеличение огневой мощи за счет установки 37 или 23-мм авиапушки. В 1943 году за счет усовершенствования летные данные ЛАГ-3 приблизились к параметрам самолетов Як-1 и Як-7. ЛАГ получил во многих публикациях нелестную характеристику. Он, конечно, был тяжел, вял в маневре. Нарекания на самолет были вызваны не только его далеко не блестящими летными данными, но и слабой подготовкой летчиков в начале войны. Налет молодых сталинских соколов редко превышал 30 часов, в то время как летчики противника имели налеты порядка 450 часов. В этом случае справедливы слова. Лучшим является истребитель, который пилотирует лучший летчик. Но в руках опытных летчиков ЛАГ-3 становился грозным оружием. 17 побед в воздушных боях на этом самолете одержал герой Советского Союза Григорьев, летчик 178-го истребительного авиаполка, защищая в 1941 году небо над Москвой. 3 февраля 1942 летчик Губанов на ЛАГ-3 в бою сбил 3 БФ-109. Нашими летчиками на ЛАГах были сбиты несколько немецких ассов из знаменитой эскадры «Зеленое сердце». Именно на ЛАГ-3 открыли свой боевой счет прославленные асы Зайцев, Скоморохов, Попков, Луганский, Головачев, Камозин, ставшие впоследствии дважды героями Советского Союза. Осенью 1941-го ЛАГи вступили в бои над Москвой. В надмосковском направлении действовали пять истребительных и один разведывательный авиаполк, вооруженные ЛАГами. ЛАГ-3 не стал символом битвы за московское небо, но вклад в общее дело внес значительный. Полки, вооруженные ЛАГами, действовали в составе Западного, Брянского и Калининского фронтов. На Калининском фронте истребители этого типа занимали даже доминирующее положение. Другое дело, что их было мало. Отличились ЛАГи в боях за Крым и Кавказ. В боях за Крым участвовало три истребительных авиаполка на самолетах ЛАГ-3. Довелось ЛАГ-3 участвовать и в войне против Японии. В основном они прикрывали штурмовиков. Наиболее успешно ЛАГ-3 действовал против бомбардировщиков противника, где его превосходство в летных данных и мощь вооружения имели решающее значение. Хорош был этот самолет и для выполнения штурмовых задач. На Западном фронте ЛАГи широко применялись как разведчики. Но в воздушных боях с истребителями противника со всей очевидностью проявлялись недостатки ЛАГ-3, обусловленные его неважными пилотажными качествами и слишком большой массой. Полетным характеристикам ЛАГ-3 уступал 109 Мессершмиттам в модификации F и G. Потому в 1942 году производство ЛАГ-3 было прекращено на всех заводах, кроме завода в Тбилиси, куда эвакуировался Таганрогский авиазавод номер 31. На Горьковском заводе номер 21 ЛАГ-3 сменил новый самолет ЛА-5, а в Новосибирске наладили выпуск истребителей Як-7. В период с 1941 по 1944 год заводы номер 21 город Горький, номер 23 город Ленинград, номер 31 города Таганрог и город Билиси, номер 153 город Новосибирск выпустили 6528 самолетов ЛАГ-3 всех модификаций. В 1941 и 1942 году ЛАГ-3 был одним из самых массовых советских истребителей. В тот период войны при больших трудностях снабжения легкими металлами, применение дельты древесины дало возможность значительно развернуть массовое производство самолетов. За создание самолета ЛАГ-3 главные конструкторы Горбунов, Лавочкин и Гудков весной 1941 года были удостоены сталинской премии первой степени. Ну а на этом дорогие друзья, моя историческая справка закончена. С вами был Илюха, кому интересно подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик и увидимся с вами в новых видеороликах. Также я с удовольствием прочитаю ваши комментарии и ваше мнение об этом видеоролике. Ну а желаю всем хорошего здоровья и до встречи. Пока-пока.